Вот вы получили свое это виртуальное существование с точки зрения нейрофизиологии. Вы в ваших социальных отношениях, семья, работа, дети, друзья и так далее, и вы с вашими друзьями на условном фейсбуке. Я говорю о условном фейсбуке, потому что исследование, на которое сейчас буду опираться, оно было сделано на фейсбуке, но это может быть все что угодно. Инстаграм, это исследование 11-го года, у них не было больших шансов. Другие люди, реальные, с которыми вы взаимодействуете, физически характеризуются количеством нейронов в вашей орбитно-фронтальной коре. Орбитно-фронтальная часть, лобная доля, находящаясь непосредственно за глазами. Вот у вас там за глазами живут ваши люди. И если вы живете где там всего 50 человек в округе, то у вас эта орбитно-фронтальная кора будет меньше, чем у тех, кто постоянно коммуницирует с сотнями людей, с двумя сотнями, с тремя сотнями людей, и так далее, в достаточно активном таком фазе. То есть, непосредственно физиологический субстрат в мозге. А вот количество друзей в Фейсбуке, исследование 11-го года, подчеркиваю, поэтому они, в каком зонах мозга увеличивается количество серого вещества? В височных долях. Я, ну, убейте меня, бог, я не понимаю, что они там делают. Ну, там целое, там несколько зон разных областей, но все это, в основном, височная доля. Вот. То есть, это вообще совершенно другая. Другая. Это другие существа, это не люди. Да? Ну, то есть, вы их можете на уровне нарратива воспринимать как других людей, но на уровне физиологии это абсолютно другие. А зачем нам нужна орбитно-фронтальная кора? Что-то не так? Вот, орбитно-фронтальная кора нам зачем? Она нам для того, чтобы формировать сферу of mind, представление о внутреннем мире другого человека. То есть, если у меня уменьшается количество людей в моей жизни, физической, фактической, увеличивается количество людей, может, и не увеличивается, но неважно. Но, в общем, все, что другие, они не там. В theory of mind вы их не создаете, вы просто фантазируете на них. Вот. А для того, чтобы создать этих вот из орбитно-фронтальной коры, с участием, вам там нужны будут и куча зеркальных нейронов, и куча считываемой информации и так далее. Всего того, чего нету, когда вы взаимодействуете с своими виртуальными собеседниками. Итак, значит, theory of mind становится заведной мечтой. И теперь у нас, значит, у нас непонятно, зачем нам отношения. У нас нету стандартов. Это я говорил, но не записывал, но давайте запишем. И третье, у нас нету модель психического состояния другого. Если кто-то захочет по-русски. Значит, вот это способность к тому, чтобы реконструировать внутренне между другого человека и его осознавать. Дальше вы встречаетесь, и у вас просто нету штучки в голове, которая способна другого человека увидеть примерно так же, как вы видите самих себя. Ну, вы же самих себя видите, у вас есть нарратив про себя, он сложный, там то, что вы любите, что вы не любите, на что вы согласны, на что вы не согласны, где вы отрёло вас важно, что не важно, что вы и так далее. Что вы боитесь, что вы не боитесь, что вас раздражает, что вас не раздражает. У вас в связи с этим есть модель себя, и Fear of Mind в орбитов фронтальной коре создает такую же модель другого. И она может быть не очень хорошая, может быть с ошибками, может быть еще что-то. Она точно будет хуже, чем ваша, ну, менее детализированная, да, менее, чем ваша модель самих себя. Да, ваших представлений самих себе. Вот, но она все-таки будет, и вы когда будете с этим человеком коммуницировать, вы будете исходить из этой модели его. Значит, я думаю, что среди участников Академии Смысла немного людей, страдающих какими-то расстройствами аутического спектра. Вот, значит, и у вас есть, были родители, да, и вот родители, это, как правило, конструкция, при которой в 12 лет, в 12, 13, 14, 15, 16 лет, значит, ребенок начинает строить его модель другого. Думать, что этот родитель от меня хочет, как он думает, и дальше вот это выяснение отношений между взрослыми, мамой и дочкой, сыном и отцом, там, и так далее, они же взаимодействуют с параллельными вселенными. У меня есть модель психического состояния «Меня», модель психического состояния этого «Х», да? Что же она катается-то? Вот, и этот модель психического состояния «Х», вот это со штрихом, а это настоящий. «Х», у него же тоже есть свое представление о самом себе, и у него еще есть его модель психического состояния «Меня». Ну, блин, как это «Меня», вот, да, а это мама, отец, дальше это место займут возлюбленные, коллеги, там, и так далее, и так далее. Значит, и вот, как происходит коммуникация? Кто с кем взаимодействует? Значит, мое представление обо мне, ну, понятно, что я про себя думаю. Не завидуйте. Ну, ладно. Значит, мы все для себя заветный приз, клад, счастье на все времена. Цитата «Красная таблетка форева». Что думает «Х» настоящий? Главное, будь собой. Потому что то, что ты из себя представляешь, это вообще лучшее, что может быть. Так же? Нам же больше не сказали, как правильно, как неправильно, как внутренний сенсор будет определять. Нам сказали «Ты сам собой?» Сам. Все. Пятерка. Значит, и дальше они как-то коммуницируют. Мы помним, они, две эти кляксы двигаются навстречу друг к другу. Да? Значит, то есть, вот это у нас проходит в мире, в мифе, в мире интеллектуальной функции. Вот. А есть все реальность. Там вот эта одна клякса двигалась навстречу другой кляксе. У них не было правил движения, светофоры, зеленый, вот это все, который бы говорил там. Они друг на друга просто наехали и дальше посчитали друг друга виноватыми, разумеется. Он же просто двигался, и один двигался, и второй двигался. И дальше вот формируются вот эти вот истории, модель психического состояния, меня для моего визави, да, и модель психического состояния, его для меня. И вот для того, чтобы эта психическая модель вообще была хоть сколько-нибудь адекватна, нужны опять же те самые правила, при которых я знаю, что так можно, а так нельзя, так правильно или неправильно, там и так далее. Муж-жена, женщина, жена, нет, муж-жена, муж-голова, жена-шея. О, я изучил это. Это прибаутки на устаревающем рынке свадебных торжеств. Кто-то тут был уже головами и шеями, да? Все в порядке? Не болит? Ни то, ни другое? Да, значит, и вот для того, чтобы создать эмоции, это нам нужно. Помните, у орбита фронтальная кора, которая у нас минимизируется за счет того, что мы подменяем реальных людей нашими виртуальными какими-то перспективами. Гром гремит, земля трясется. Хорошо, мы подходим, значит, к чему-то невероятно. Да, значит, соответственно, способность реконструировать друг другу нужны правила, но у нас их нет. И дальше я исхожу просто из того, насколько мне дискомфортно. Мой внутренний дискомфорт начинает быть определяющим фактором. И возникает вопрос, зачем? Ну, то есть, не зачем я что-то делаю, да? А что это я буду в этом что-то делать? Чувствуете разницу? Продолжение следует...